Итак, следующий вопрос зачитываю. Кто только что подключился, у нас эфир, декабрьская вопрос-ответсессия. Можно что-то писать. Следующий вопрос такой. Как научить ребенка читать? Значит, ну, этим я занимаюсь тоже уже достаточно давно, учу детей читать. И здесь все очень как бы и просто, и легко. Просто в том плане, что можно учить ребенка читать, не пользуясь никакими методиками. Ну, вот вообще. То есть, сесть так и подумать. Надо научить ребенка читать. Ну, что такое читать? Это прочитывать слова. Что такое слова? Слова. Они состоят из букв. Ну, уже буквы, как бы, да, ничего не состоят. Ну, из звуков, да, ну, допустим. Ну, хорошо, давайте буквы выучим. Давайте. А потом давайте, наверное, если мы буквы выучили, да, то, наверное, не стоит давать сразу ребенку читать слова длинные, да? Ну, да. Или надо, наверное, с коротких слов начать. Ну, логично. Ну, начнем с коротких. А потом. Ну, а потом будем посложнее, подлиннее слова давать. Ну, да. А потом. А потом предложение. А потом, ну, тоже такие сначала легкие, потом посложнее. Ну, вот. Если вот так начнете размышлять, то, по сути, вы... Вот методика-то и есть, да? То есть, ничего там такого нет. Другой вопрос. Что есть разные все равно подходы и есть интересные подходы. Вот методика Зайцева, про которую, наверное, многие в курсе, потому что она, ну, одна из таких популярных, наверное, и много постов в интернете есть на эту тему и статей, да? Вот она интересна. Да, она интересна. Методика... Ребус... Ребус-метод. Вот можете набрать в гугле, кому надо, да, там научить. Ребус-метод. Как научить ребенка читать по Ребус-методу. Кстати, там бесплатная платформа. Если в методике Зайцева надо кубики покупать, да, то в Ребус-методе все очень просто. Там все бесплатно, по-моему. По-моему. Ну, я заходил на сайт, где-то месяц назад было бесплатно. И вот что получается. Получается, что за какую методику бы вы не взялись, вы столкнетесь с одним и тем же фактором, который может повлиять на то, сможете ли вы научить читать или не сможете. Первый фактор, это делать по, что называется, по чайной ложке, да, очень-очень по чуть-чуть, да, но каждый день. Вот если вы это не сможете, то никакая методика особо не поможет. И, ну, наверное, вот это вот единственный фактор, который очень-очень сильно важен. То есть, если вы будете, скажете, ну, вы же рассказали все, я так и думал, да, касательно того, что берем буквы, потом коротенькие, потом берем там слоги, потом берем коротенькие слова, потом берем слова подлиннее, потом тексты посложнее, потом книги, потом книги побольше, потолще. Ну, вот так, просто, да, там, да, ступенчатая история. Вот. То вы все равно добьетесь результата, даже без никакой методики. Я даже когда-то находил очень интересное название этой методики. Называлось это так, методика неграмотной азиатской женщины, по-моему, как-то так. Ну, имелось в виду, почему, я не хочу, не подумайте, не хочу никого обидеть из-за Азии, ни в коем случае. Ну, это можно даже назвать, ну, там так просто было написано. То есть, это имеется в виду, что человек вот неграмотный, да, вот он так подумал, как я вам рассказал сейчас, да, что, ну, как научить читать, ну, наверное, буквы сначала, ну, наверное, потом слоги, ну, наверное, потом дальше слова короткие, а потом длинные, вот, наверное, так. Вот он так подумал логически, он так начал сделать, так и научил. Ну, и потом, конечно, когда ребенку попадались первые тексты, и было сложновато, то взрослый сидел рядом, пальчиком так проводил с ним, и, в общем-то, читал вместе, помогая, помогая, потом понимал, что надо отрываться больше от ребенка, давать ему самостоятельность, уже видел, что оно заходит, что он начинает действовать сам, и, ну, все окей, да. Вот, так, вот, да, таким образом можно научить читать, без проблем, вот. Но самое главное, что вот эта чайная ложечка, она делается каждый день, на том этапе, пока не пойдет осмысленное чтение. Осмысленное чтение, это имеется в виду порядка 30-35 слов в минуту. Это уже тот уровень, когда ребенок уже более-менее начинает понимать, о чем читает. Когда вы зашли уже, там, когда вы приблизились к 40-50, то это уже вполне нормальное себе чтение, которое может потом в дальнейшем, так сказать, само двигаться, и как самозатачивающийся механизм. Вот, но все равно бывают там нюансы. Ну, я сейчас говорю максимально, так сказать, кратко, чтобы дать понять, что методика, не методика, самое главное, по чайной ложке, но каждый день. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...